Вы знаете, уважаемые коллеги, мне не очень приятно говорить с вами о том вопросе, о той проблеме, о которой я сейчас с вами буду говорить. Но что делать? Как говорится, не выкинешь слова из песни. Это реалии современной России. Это история, которая продолжается уже более семи лет. Когда готовилась небезызвестная энциклопедия Холокоста на территории СССР, на территории современной Новгородской области не было ни одного мемориального знака, в котором говорилось о жертвах Холокоста в этом регионе. Но в течение двух лет удалось поставить мемориальный камень на месте уничтожения евреев небольшого русского городка Сальцы, А также в деревне с говорящим названием Жестяная горка, которую иногда называют Поклонная гора Новгородчины, рядом с православным крестом, рядом с красной пятиконечной звездой, был поставлен мемориальный знак в память о тех евреев, которые свозились в эту небольшую русскую деревню из близлежащих районов гигантской тогда Ленинградской области. Если говорить о документально установленных цифрах жертв, наибольшее количество уничтоженных евреев были в городе Старая Русса. Городок сам по себе не очень большой, чуть больше 30 тысяч населения, я говорю о реалиях конца 30-х годов 20-го века, но город курортный, город достаточно хорошо связанный дорогами с Ленинградом, имел весьма значительную еврейскую общину. Когда в августе 41-го года город был захвачен немцами, практически все те евреи, которые оказались на оккупированной территории, которые оказались в своем родном городе, были уничтожены в течение ноября-декабря 41-го, февраля 42-го года. Об этом было четко и однозначно отфиксировано в актах Чрезвычайной Государственной Комиссии. Причем в актах Чрезвычайной Государственной Комиссии май 1944 года указывалось, что было уничтожено 2,5 тысячи евреев. Когда мне пришлось сделать сравнительный анализ актов ЧГК и документов, подготовленных органами госбезопасности, я увидел, что по всем категориям жертв, это не касалось евреев, это касалось всех без исключения, в акте ЧГК были пририсованы нолики. Следовательно, по внутренним чекистским документам 29 повешенных, по актам ЧГК 290 повешенных, по чекистским документам уничтожено 250 евреев, по актам ЧГК 2,5 тысячи. Однако, когда мы говорим о цифре в 200-250 человек, это точно установленные лица, иногда имеющие даже по соответствующим документам свои имена, свои фамилии, свои адреса и свой день смерти. В этих условиях еврейская община города Новгорода, получившая серьезную финансовую поддержку со стороны производственного объединения «Акрон», это Вячеслав Машекантор, предложила старорусской администрации на месте расстрелов на улице Бетховена установить мемориальный знак. Более того, предполагалось на месте расстрелов разбить небольшой сквер. Более того, предполагалось на мемориальном камне упомянуть все категории жертв, которые лежали в этих расстрельных рвах. Следовательно, кроме мирного еврейского населения, кроме граждан Старой Руссы, предлагалось увековечить память советских военнопленных, которые также уничтожались в этом городе зимой 1941-1942 года. Была подготовлена бумага. Сразу хочу оговориться, к подготовке этой бумаги я приложил определенные усилия, скажем так, приложил собственную руку. В бумаге были замечательные цитаты из Путина, из Медведева, из решения Генеральной Ассамблеи ООН были приведены документы из ЧГК, и городская дума, городские депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы место на улице Минеральной, дробь Бетховена, была увековечена созданием некоего мемориального микрокомплекса. То есть некий сквер с установлением некого камня. Деньги есть. Решение городской думы есть. Место находится в катастрофическом положении. То есть там действительно его нужно приводить в порядок. Но когда, казалось, осталось всего-навсего несколько недель для того, чтобы, например, к майским праздникам вот это дело открыть, нет, деньги не кончились. Подняла свой голос местная русская интеллигенция. Хочу заметить, что в Старой Руссии на протяжении почти 20 лет действовала такая неофициальная комиссия по декуммунизации города. Топонимика Старой Руссы сложилась где-то году в 18-19. Поэтому улицы Клары Цеткин, Розы Люксембург, Володарского, Урицкого были привычны Рушанам на протяжении без малого 90 лет. Но достаточно известный филолог Горбанирский выпустил книгу «Улицы Старой Руссы», где давали следующие комментарии. Ну, например, улица Володарского. На самом деле Володарский, Моисей Маркович Гольдштейн, комиссар по делам печати, никакого отношения к Старой Руссе не имеет. Именно Горбанирский, опираясь на, скажем так, двух представителей местной печати, журналистку Елену Николаеву и сотрудницу музея Асю Иванову, развернули в местной печати весьма активную кампанию, которая, я не знаю, что она была больше антисемитская или скорее националистическая. А если говорить серьезно, основной вопрос, который задавался, звучал так. А почему евреи? Русские пострадали не меньше. В количественном отношении нас погибло больше. Почему мы должны увековечивать память лиц одной национальности, как гневно писала Николаева в газете Старой Руссы, ведь потом потребуют поставить памятник расстрелянным украинцам, татарам, цыганам и так далее. Почему, писала в своей статье Ася Иванова, улицы древнего русского, кстати, древнего русского, эти слова были выделены, города Старая Русса, должен на основной улице, кстати, это вранье, это скорее окраина, чем центр города, должен встречать какой-то там еврейский памятник. Так, смысл газетной кампании заключался в том, что да, конечно, памятник нужно ставить, но памятник нужно ставить всем. При этом та же самая Николаева написала, что очень было бы неплохо, если бы еврейская община выделила деньги на памятник всем жертвам Второй мировой войны. все было бы очень даже ничего, и аргументы журналистов и историков можно было бы даже местами частично принять, если бы не одна любопытная деталь. Под Старой Руссой на протяжении почти 30 лет уже стоит гигантский, и, в общем-то, для этого небольшого района монумент лицам одной национальности. Это памятник якутам. Это памятник воинам якутам, которые сражались под Старой Руссой в 1942 году, и, в общем-то, для небольшого народа количество погибших земляков представляет достаточно большую заметную цифру. Но памятник, который своими очертаниями напоминает вот эту, скажем так, якутскую ярангу, якутский традиционный дом, когда идут соответствующие, я бы сказал, такие полуязыческие отсылки к традиционной якутской культуре, почему-то тогда, в 80-е годы, никого это не шокировало. Все посчитали, что да, это можно, это правильно, это нужно. К сожалению, когда вот эта самая немножечко национально озабоченная интеллигенция, повторюсь, главный тезис, «Почему не всем, мы все жертвы», начала этот тезис активно муссировать, областная администрация не рекомендовала городской администрации соответствующего города, в общем-то, продолжать разговор на эту тему. Два раза к этой теме возвращались, два раза в газетах начиналась соответствующая компания, поскольку, повторюсь, вот то самое место, которое хотели привести в порядок, оно до сих пор в порядке не находится. Я разговаривал буквально несколько часов назад с Ильей Александровичем Альтманом. В Новгороде, в новгородской администрации, я надеюсь, грядут определенные перемены. Говорят, что свежеизбранные чиновники более вменяемые, чем те, кто сидят на своем месте с десяток лет. Поэтому я очень рассчитываю на то, что те люди, которые 10 лет назад, почти 10 лет назад подняли этот вопрос, останутся с носом. К сожалению, они все пока в полном порядке. Ася Иванова по-прежнему работает в музее. Она достаточно известный человек в Старой Руси. Госпожа Елена Николаева сейчас объедается грантами почему-то шведскими. Как-то нашла она себя там. Ну а что касается еврейской общины Новгорода, центра Холокост, мы только рассчитываем на то, что когда-нибудь правда все-таки восторжествует. И мемориальный знак на месте установленного расстрела 250 старорусских евреев все-таки будет установлен. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо.